всем доброе утро у нас сегодня 4 декабря это значит четвертый влог у вас и я уже завтракаю сейчас без 10 7 у меня бананчик кофе с молоком и уже сейчас буду собираться и отправляться как всегда на работу доброго утра у меня здесь вот полка вся завалена книгами сладостями он там еще дальше я не буду показывать еще целая стопка подарков а во все это у меня для отправки девочкам в посылке на новый год поэтому сегодня буду упаковывать хотя бы один подарок но их там много уже надо разбирать тоже не такой бардак вообще просто от этих подарков в общем надо потихонечку все это раскладывать и уже отправлять на почту все недостаточно уже много снега ну по сравнению с тем с чем был он был асфальт сейчас уже прям намело достаточно прилично в общем сейчас будем чистить машину я уже отправляться на работу мы приехали в магазин купить что-нибудь набоконнее и подарочки для моих девочек приехала домой докупила еще подарков у меня их теперь просто тут вагон целый завтра буду упаковывать потому что сегодня забыла опять а с работы взять коробочки вот набрала всяких игрушечек к нам вкуснях но в общем не буду вам показывать потому что тех кому набрала эти вкусняшки они могут увидеть поэтому показывать особо не буду в общем на право время у меня сейчас уже полдесятого я немножко замерзла дело пледик на себя и а сейчас буду монтировать видео третий влог на два канала сразу меня конечно это займет достаточно времени и может быть чуть-чуть повяжу хотя не очень хочу вязать дракона но тем не менее делать его нужно поэтому постараюсь по мере монтажа вязать хотя бы ну хотя бы еще одну голову связать там хотелось бы и возьму что-нибудь еще повязать пока еще не знаю что у меня какой-то творческий кризис наверное я не знаю что мне вязать вообще не могу придумать потому что мышей уже много зайчики всякие основные игрушки которые мы всегда вяжем тоже есть и что еще связать в общем я пока не знаю сейчас посижу посмотрю какие-нибудь готовые мастер-классы может быть что-нибудь не приглянется решила все-таки повязать немножко голову дракона и у меня случилось такое неприятное очень событием у меня сломался крючок вот здесь я не знаю камер щас покажет или нет попробуем вот он треснул вот здесь и в общем-то вязать еще неудобно потому что вот эта штучка она постоянно он не выскакивает вот так вот дребезжит так можно сказать да и вот здесь все скрипит такое ощущение что вот прямо буквально он в руках развалится я этим крючком вязала всего дракона и менять крючок я не хочу потому что но не люблю это делать будет отличаться вязание там одна или две гола головы от всего дракона в общем я скрипя зубами им довязываю пытаюсь аккуратно очень доделать чтобы он до конца не сломался и в итоге как только я сейчас вижу вот этого дракончика я его выкину потому что вязать им просто невозможно у меня есть еще крючки такие по полтора ну вот с этим другом мне придется расстаться к сожалению хотя крючок был очень удобный поэтому вот такая деталька у меня сейчас есть это клюв и еще немножечко повяжу но буквально может быть минут 10-15 голову и оставлю ее на завтра возьму какую-нибудь другую игрушечку не знаю скорее всего мышку сделаю потому что мышки нужны всегда на новый год какой-нибудь маленькую мышонка я сделаю так что так к сожалению крючок меня подвел под самый конец вязания и так еще раз всем привет у меня 12 часов ночи я закончила на сегодня работу что у меня сегодня получилось а я связала еще одну голову дракона чуть-чуть и не успела доделать мне осталось делать глазки бровки и зубы самое такое трудоемкое так можем сказать действие потому что очень долго все эти маленькие детали нужно аккуратненько пришивать и зубы я навязываю сразу на готовой голове не пришивая поэтому заниматься этим буду завтра но тем не менее вторая голова уже готова поэтому это меня очень радует мне осталось еще одна голова и вот тут чуть-чуть до оформить и у меня мой дракон будет наконец-то готов сегодня на работе я была очень занята у меня не было времени даже в обед написать пдф мастер-класс поэтому в общем все это опять тормозится но сейчас декабрь самое такое отчетное время для работы и совершенно вообще нет даже времени оторваться надеюсь что я сейчас пока разберусь быстро с этим и потом уже все-таки доделаю потому что до 15 декабря мне сто процентов нужно доделать пдф и разослать его девочкам потому что 15 декабря у нас заканчивают совместные вязания по дракону и я уже выйду из беседы и в общем чтобы у меня было все готово и я выполнила со своей стороны все обязательства на сто процентов ко мне не было никаких претензий так что помимо вот этой головы дракона я еще связала сегодня решила сделать мышку все-таки захотелось мне почему-то быть поделать сегодня мышат в общем вот такой у меня получился мышонок хвостик у него синих штанишках единственное я не пришила вот сюда пуговицу но это тоже сделаю завтра какие-то у меня сегодня недоделки в общем такую решила я ему желтую пуговичку сюда пришить но это буквально две секунды поэтому завтра доделаю мышонок связан по нашему мастер-классу на канале как всегда ссылочки будут в описании переходите вяжите вместе с вами если вы еще не видели такого мышонка то пожалуйста к новому году еще есть время можете успеть связать такого мышонку мышонка уже на ночь глядя язык заплетается связан он очень легко схема элементарная простая но в то же время он смотрится таким довольно интересным штанишках комбинезончики мы вязали таких и в свитере и в платьюшках в общем разных одеждах вот в этот раз я решила сделать штанишки темно-синие потому что в темно-синих у меня еще не было у меня был в голубых желтых не помню еще в каких ну собственно неважно у меня их уже довольно много ну плюс еще один хуже не будет это потому что как я говорила в прошлом году у нас ну просто катастрофически не хватало поросят каждый подходил и вот таких малышей брал по три штуки по пять и естественно мы просто не успевали ничего делать поэтому в этот раз мы ученые и будем заранее готовиться вот к таким оптовикам так скажем пока я вязала загрузила следующий день влогмусов на канал я уже смотрю потихонечку начинают смотреть просмотры идут пока что всем нравится я очень этому рада что вам все-таки заходят мои видео и и вы с удовольствием их смотрите огромное вам спасибо за это я вас всех очень сильно люблю и мне на самом деле очень приятно читать от вас всякие комментарии писать вам ответы спрашивайте любые вопросы которые вас интересуют и все вопросы которые вы мне напишите я обязательно на них отвечу в прямом эфире на новогодних каникулах это будет наверное где-то 3 4 января приблизительно когда все дома может быть второго числа ну где-то вот так я вам потом заранее конечно объявлю и мы соберемся с вами уже в новом 2020 году я вам расскажу как прошли мои ярмарки новогодние и конечно же отвечу на все ваши вопросы поэтому пока что вы мне их пишите я их буду себе записывать в блокнотик и обязательно на них буду отвечать все что вас интересует я с удовольствием с вами поговорю и пока я вязала свои игрушечки я увидела такой комментарий на прошлый влог масс где я вязала елочку и там спрашивали как я ее вижу все элементарно подвину чтобы было красиво елка вяжется очень легко я вам сейчас прям в этом видео быстренько расскажу там ничего сложного нет и так вязала я эту елочку очень быстро и легко в общем вот это красная нить это удачный выбор она по толщине похоже на наверное джинс может быть чуть потолще в общем а донышко я вязала два столбика прибавка потом за заднюю петлю один ряд дальше 3 столбика прибавка 2 ряда ровно 4 столбика прибавка ряд ровно не до 4 столбика прибавка ряд ровно дальше я связала за заднюю стенку петли 4 столбика убавка и обрезала нить вставляем туда картон набиваем значит здесь что у нас получается эта травка да она сама такая пушистая то есть мы начинаем вязать сверху 6 столбиков кольцо 2 ряда или один ряд я уже точно не могу вам сказать ровно и начинается столбик прибавка ряд ровно 2 столбика прибавка ряд ровно 3 столбика прибавка ряд ровно 4 столбика прибавка ряд ровно и вот здесь мы эту елочку сшиваем бусинками все обшиваем ее красиво и звездочку тоже очень легко здесь у меня 6 столбиков кольцо амигуруми 6 прибавок и вот эти лучики звездочки они сделаны столбиками с накидом провязаны три по моему я делала столбик с накидом в одну вершину и все собственно говоря элементарно елочка вяжется ну буквально за полчаса за час не больше то есть это такая игрушка прям вот когда нужно что-то быстренько связать и поставить на стол чтобы стол не был пустым потому что у меня иногда на ярмарках бывает такое что раскупают много игрушек и концу там например 30 декабря или там на покровскую ярмарку на второй день у меня вообще голый стол что даже поставить нечего вот этот вариант прям самый отличный то есть за вечер можно таких елочек разных горшочках в разных цветах с бусинками с разными сделать ну штук 10 точно потому что вязать то тут собственно и нечего поэтому для вас специально рассказываю как это вязать елочку мастер-класс я на нее делать не буду потому что но я не вижу смысла это одна из элементарных игрушек тем более я вам сейчас все рассказала подробно как ее делать вот поэтому я считаю что мастер-класс на эту игрушку не нужно делать и тратить свое время тем более эта игрушка как я сказала одноразовая просто попробовать посмотреть как люди будут на это реагировать потому что я за свою вязальную жизнь так скажем ни разу такие елочки не вязала на продажу и не знаю как будут люди реагировать на нее будут ли ее вообще покупать и есть ли смысл ее вязать поэтому просто взяла закончила остатки которые у меня лежали ненужные и я не знала куда их приютить и решила связать вот такую елочку заодно и посмотрим на спрос покупателей именно на эту игрушку ну вот на этом я наверное сегодня буду заканчивать свое видео увидимся как всегда завтра уже утром когда я проснусь надеюсь вам понравилось это видео ставьте пальчики вверх подписывайтесь на канал если вы этого еще не сделали а я вас буду завтра уже ждать всем до новых встреч пока пока